и все же кто может стать преемником путина никто решение уже принято фактически пути начал избирательную кампанию по всем признакам ясно я думаю что в сентябре в октябре он объявит том что будет баллотироваться он сам у него будет время начать избирательную кампанию хотя то что происходит во время выборов в россии сейчас выборами никак назвать нельзя конечно это массовые фальсификации это имитация электорального процесса насколько угрожает ими для украины и для той же беларуси могут стать учения запад 2017 на границе с беларусью ну я бы не преувеличивал опасность беларусь давно и твердо находится в сфере влияния кремля финансируется кремлем полностью управляется те эпизодические заявления лукашенко больше похоже на заявление обиженной жены которые не купили там очередную шуму и всегда заканчивается одинаково он получает то что требовал ну или часть беларусь находится под полным контролем кремля финансовым организационным спецслужбами военным контролем надо будет оставить войска оккупировать беларусь хотя там сейчас достаточно войск вот не надо будет не будут это делать надо будет сменять лукашенко в любой момент не надо будет не будут менять может ли вследствие этого запада 2017 путин воспользоваться этими учениями окружить украину украина и так окружена и большой высокой концентрации войск на границе с украиной с российской стороны и насколько как говорят эксперты эти войска наступательные вот они сейчас пока выполняют такую функцию угрозы вот тем более что украина по существу не защищается не борется за свободу независимость этих бандитских формирований которые сейчас на востоке присутствует угроза это всегда будет но если сегодня она меньше именно потому что ресурсов больше нет любое наступление любое любой захват территории это расходы по крыму мы видим как дорого это обходится россии и не только в связи со строительством моста или электрическими кабелями которые проводятся в крым вот но еще есть тем что приходится кормить население все это превращается в выжжено пустыню так же как в абхазии после захвата оккупации по существу так же как в южной осени так же как в приднестровье между прочим вот это все дорогие проекты все же каким образом действовать украине чтобы заставить все таки путина до закончить эту войну чтобы прекратить эту войну на донбассе минские договоренности как вы относитесь к ним минские договоренности это фактически соглашение с бандитами это была политическая и дипломатическая ошибка вступать в переговоры с бандитами и заключать с ними какие-то соглашения сегодня они именно на основании минских договоренностей требуют изменения политической системы украины требуют чтобы значит там особый режим избирать ну то есть это будет теперь если их мечты осуществятся это будет теперь нормальные выборы в украине и российские выборы на оккупированных территориях то есть сами будут определять кто там кого выбрали единственный способ борьбы за свободу своей страны своих территорий является защита этих территорий всеми возможными способами силами это единственный способ рассчитывать на то что американцы поляки европейцы канадцы будут воевать за свободу украины а украина будет гулять и радоваться жизни ну граждане украины это абсурд платить за это к сожалению приходится жизнь людей но сегодня украины так платят очень высокую цену за вот эту непрекращающуюся агрессию за такую дурную стабильность и все таки каким образом украина должна защищаться мы защищаемся как можем но видимо вот как вы говорите недостаточно что мы делаем не так мне кажется что надо с бандитами бороться военным путем так как это делает любая страна территорию которой пытаются захватить агрессоры надо их вымещать надо их побеждать военным путем но за этими бандитами стоит российская агрессия российская армия она есть на территориях донбасса если украина не будет ничего делать считая что за бандитами стоит российская армия то и никто ничего не будет делать и вот эта дурная стабильность будет продолжаться единственный способ это сейчас довольно долго несколько лет было популярно такая фраза такое высказывание что нет военного решения проблем востока украины есть только дипломатическая дипломатическая вот сколько можно повторять эту глупость нету никакого дипломатического решения этой проблемы это фикция есть военное решение в украине уже достаточно сильная армия или это разговор российской армия я не знаю вот и по моему наступило время решать эту проблему с бандитами так как ее решают во всем мире когда речь идет о бандитах террористах военным путем каким образом украине вернуть крым сначала принять решение что крым нужен украине вот твердого решения я пока не слышу потом начать активную дипломатическую работу я очень радовался вот полтора два года назад я был в украине мне все говорили о возрождении гражданского общества гражданских инициатив я встречался с руководителями общественных организаций которые в отличие от власти в отличие от киева занимались блокадой крыма а потом я уже был в москве или там соединенных штатах мне начали сообщать с был сообщать начало о том что это все агенты фсб они хотят нанести ущерб украине эти общественники и вся эта блокада крыма это то что невыгодно украине сначала нужно принять решение а затем действовать там это уже вопрос дипломатом к военным как действовать какой последовательности путин не слушает никого даже не реагирует на санкции и не пойдет на то что дипломатия каким образом что значит не реагирует на санкции продолжает военные действия на донбассе крым сейчас составе российской федерации я думаю что наставе российской федерации этого не признает никто но путин и опять же гражданские активисты продолжают фиксировать всех тех кто нарушает территориальную целостность украины кто посещает крым деятели культуры обычные граждане активнее надо этим заниматься вот дипломатические усилия вот безвиз оказалось что жители крыма хотят гражданство украины очень хорошо очень хотят получить паспорт чтобы пользоваться безвизом очень хорошо но соблюдаются ли правила единственного гражданства сегодня от украины требуется может быть в большей степени чем вот военные действия на востоке требуется внутренняя реформация вот то что делает михаил саакашвили то что пытался делать что он получил решение гражданство специальный указ президента по поводу одного гражданина наверно самого достойного гражданина украины значит где эти гражданские активисты где граждане украины которые заинтересованы победе над коррупцией где граждане украины которые заинтересованы в победе над олигархатом над монополиями которые дуют украину делают ее нищим где эти граждане почему не не возникает массового движения в поддержку даже может быть и михаила саакашвили а в поддержку реформ в поддержку борьбы с коррупцией если опять расчет на какой-то запад который все проблемы решит запад попытался решить эти проблемы вам прислали михаила саакашвили вот но кто вот я саакашвили но это международный эксперт михаил саакашвили это эксперт международного уровня который провел реформа в огромной стране ну в большой стране и мог бы провести реформа в украине но он не должен значит власть в украине власть киеве испугалась его она боится любых изменений которые прекратят вот это выдаивание украины хорошо ваша позиция понятна спасибо что нашли время включиться в нашу программу по skype хочу вам напомнить что константин воровой российский политолог и экс-депутат государственной думы был с нами по skype связи спасибо что были с нами до встречи а